Толкование на откровение Иоанна Богослова Кассета третья Двадцать первая глава, четвертый стих Город земной становится городом духовным Церковь ветхозаветнее, церковью новозаветнее Восклицает апостол о христианах Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого К небесному Иерусалиму и тьмам ангелов И тот же апостол восклицает о святой церкви А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам Вышний Иерусалим, святая церковь, это Бога человечества Невеста, ставшая одной плотью с женихом Небо, сходящее на землю Паки бытие в этом бытии И вот тайно зритель видит в новом мире Паки бытия Святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога С неба на землю Но не сказано сошедший с неба А именно сходящий Этим город Иерусалим ставится как бы между небом и землей Но не просто между ними Как в новом третьем месте А именно как соединение того и другого Как сходящий от Бога с неба на землю Новое небо и новая земля Это Паки небо и Паки земля Новый Иерусалим Это Паки Иерусалим Паки церковь Это место соединения нового неба и новой земли Место особого пребывания Бога С прославленными людьми Церковь вечности Небесный город Иерусалим святый Ибо является местом особого пребывания Бога И прославленных святых в вечности В него не войдет Не войдет ничто нечистое Он новый В отличие от того старого бывшего На прежней земле бывшего Святилищем Ветхозаветней Церкви Город новый Ибо он в новом мире вечности Старого мира тления и старого Иерусалима уже нет Но опять, как и ранее, земле и небе Надо разуметь несовершенное исчезновение прежнего И вновь создание этого А новое бытие или Паки бытие прежнего города И прежней христианской церкви Бывших на прежней земле Миновали не они сами А их прежнее бытие Приготовленный как невеста Украшенная для мужа своего В подобных выражениях представлялись Иерусалим и Церковь Ветхого Завета А также и Церковь Нового Завета Восстань, восстань Восстань, облекись в силу Твою Сион Облекись в одежде величия Твоего Иерусалим Город святый Исаия 52-1 Ибо Твой Творец есть супруг Твой Вышний Иерусалим Приготовленный как невеста Украшенная для мужа Христа За долгие века Грозна как полки со знаменами Песня песней 3-6-6-4 Вся песня песней Соломона Есть гимн нетварной красоты церкви Эту красоту стяжают святые Ибо подобно камням в венце Они воссияют на земле его Об этой святой земле восклицает пророк О, как велика благость его И какая красота его Захария 9-16 Отличительная особенность святых подвижников Вовсе не их доброта Которая бывает и у плотских людей Даже у весьма грешных А красота духовная Ослепительная красота лучезарной Светоносной личности Где белому и плотскому человеку Никак недоступная Священник Павел Сваренский Этой красотой украшайся душа Дабы на тебя Бог Как на жениха Возложил венец И как невесту украсил убранством Красотою Исайя 60-10 Такой красотой будет украшен Небесный Иерусалим Церковь для Христа Одновременно с небесным видением Святой Иоанн слышит и небесный голос И услышал я, пишет он Громкий голос с неба 21-3 По иному переводу читается Голос от трона Экту троном В первом случае Голос нужно себе представлять Раздающимся Вне Нового Иерусалима С неба Из второго же чтения Следует Что голос раздается От престола Трона Бога Иагнца Который был в центре Нового Иерусалима Исходил ли этот голос С неба Или от престола Божия Он принадлежит не Богу А какому-нибудь другому Высшему существу Например, одному из четырех Животных, окружавших престол Ибо о Боге говорится В третьем лице Голос громко возвестил Тайно зрителю Все скиния Бога С человеками И он будет обитать с ними Они будут его народом И сам Бог с ними Будет Богом их Так Бог Вступает в самое тесное Общение с людьми И создает себе и им Одну обитель Новый Иерусалим Не просто скиния Бога Но именно скиния Бога С человеками Это союз Бога-человечества Об этом говорилось Еще в Ветхом Завете И поставлю Жилище мое Среди вас И душа моя Не возгнушается Вами И буду ходить Среди вас И буду вашим Богом А вы будете Моим народом Левитам 26.11.12 И будет у них Жилище мое И буду их Богом А они будут Моим народом Из Екиля 37.27 Уже в Ветхом Завете Бог повелевает Моисею Соделать скинию Которая должна стать Жилищем Бога Среди людей Обитая в скинии Бог обитал Среди своего народа Брак язычества Еще покрывал Все народы земли Но уже был ведом В Иудеи Бог У Израиля Велико имя Его И было в Салиме Жилище Его И пребывание Его На Сионе Бог был Со Своим Избранным народом Обитал Среди Него В Иерусалиме И они были Его народом И Он был Богом их Но вот Совершается Еще большее Исполняются Слова пророчества Все дева Во чреве Приимет И родит сына И нарекут ему Имя Иманую Что значит С нами Бог Исайя 7.14 И Слово Стало плотью И обитало С нами Бог Избрал Себе Нерукотворенную Скинью Для обитания С людьми Девическое Чрево Вместило В себя Невместимого Всем Тварным Миром Потому Дева Превыше Всякой Твари Честнейшая Херувим И славнейшая Бессравнение Серафим Будучи Тварной Она рождает Нетварного И во чреве Ее Обитает Вся полнота Божества Телесного Ибо Носит Бога Младенца Теперь В доме Божием Который Есть Церковь Бога Живого Обитает Полнота Наполняющего Все Во всем Не часть А вся Полнота Божия Обитает В церкви С человеками Так Символически Мистически Тождественны Богородица И церковь Обитель Бога С людьми Чадом Церкви Теперь Говорится Ибо Вы Храм Бога Живаго Как Сказал Бог Селюсь В них И буду Ходить В них И буду Их Богом И она Будет Моим Народом И они Будут Моим Народом Совершается Бог Всякий Всякий Православный Христианин Исповедует Свою Веру Воедину Святую Соборную И апостольскую Церковь В паке бытии же В вечности Упразднится Вера И будет Виденье От лица К лицу Каково Оно Есть Явленное Через Турское Стекло Явится Тогда Волочью Церковь Место Особого Пребывания Бога С людьми На земле Будет Небесным Градом Местом Особого Пребывания Бога С людьми В вечности Тогда Люди Будут Его Народом Ибо Не будет Уже Иного Царя И он Будет Богом Их И не Будет Богов Иных Но Это Должно Предваряться Уже Сейчас Мы Все Принадлежим Какому-нибудь Народу К Русскому Английскому Греческому Индийскому Но Принадлежим Ли мы Уже К его Народу К народу Святому Людям Взятым Будел Поревнуй О том Душа Иные Превозносятся Принадлежностью К тому Или иному Народу Однако В небесном Граде Будет Проверяться Не гражданство Государств Земных Но Нация Не нация Но Чужой Ли Ты И Пришлец Или Согражданин Святым И Свой Богу И еще Нам Свойственно Любить Свой Народ И Дорожить Им Но Но Свойственно Ли Нам Та Божественная Любовь Желающая Видеть Свой Народ Его Народом Потрудились Ли Мы О том Помолились Ли Поревновали Ли О братьях Своих Родных Нам По Плоти Сам Бог Будет Богом Их Что Лучше Дом Одежда Друг Или Мой Дом Моя Одежда Мой Друг Ясно Что Второе Как Многие Знают Бога Но Стал Ли Он Богом Их Что Нам От Таких Отвлеченных Понятий Как Дом Одежда Друг Если Они Не Стали Нашими Ты Знаешь Бога Вселенной Бога Авраама Исаака Иакова Но Знаешь Ли Ты Бога Своего Стал Ли Бог Мира Богом Твоим Сказав О чудном Единении Бога С людьми В небесном Граде Голос От Предстола Говорит Возвещает Далее О великом Утешении Которого Сподобятся Святые И отрет Бог Всякую Слезу Саотей Их Как Исаи Писал И отрет Господь Бог Слезы Со всех Лиц Исаи 25 8 Сейчас На земле Проходя Долиной Плача Слезы Отчаяния Иссыхают На лицах Людей Не случайно Вся жизнь Сравнивается С прохождением Долины Плача Но вот Сошедшие В долину Земных Скорбей И слез Восходит На гору Блаженств И возвещает Блаженные Плачущие Ибо Они Утешатся Настанет Светлый День Когда Бог Отрет Всякую Слезу Ибо Иссушит Их Источник Слезного Моря Человеческого Горя И плача Уже Нет Слезы Покаяния Иссушатся Прощением Слезы Скорбей Радостью На страшном Суде Восплачут Еще раз И праведники Ибо И они Увидят Прегрешение Своей Жизни Каждому Со Слезами Придется Отвечать За всю Свою Жизнь Но Вот И эти Слезы Иссушены Началась Вечность Небесной Радости Веселья Исчезла Смерть Главная Причина Слез И Смерти Не Будет Уже Поглощена Будет Смерть Навеки Исайя 25 8 Исторгнуть Жало Смерти Грех И Поглощена Смерть Победую Настало Царство Вечности Бытия Всей Твари В Боге Не плача Страждущих Не вопля Униженных И оскорбленных Уже Не будет Как Исайя Говорил О новом Иерусалиме Что Не услышится В нем Более Голос Плач И Голос Вопля Неболезни Уже Не будет Человек И Вся Природа Освободившись От греха И Рабства Тлению Не Будут Уже Знать Болезни Этого Проклятия Прежнего Мира Болезни Это Преддверие Смерти Но Вот Закрылись Врата Смерти И Никто Уже Более Не Войдет Им Ими Вырван Корень Смерти И И Исчезло Древо Болезней Ибо Прежнее Прошло Прошли Слезы Смерть Плач Вопли И Болезни Прошел Образ Прежнего Мира И Возвратятся Избавленные Господом Придут На Сион С радостным Восклицанием И Радость Вечная Будет Над головой Их Они Найдут Радость И Веселье А Печаль И Воздыхание Удалятся Паки Бытие Вечности Предваряется Уже Ныне В Церкви Уже Ныне В Церкви Христовы Утешаются Плачущие Успокаиваются Вопиющие Исцеляется Болящий Исчезает Смерть Проходит Образ Грешного Мира Для этого Обильно Изливается Благодать Божия Душа Прошло Ли Твое Прежнее Исцеляешься Ли От болезней Греха Перешла Ли Ты От смерти В жизнь На этом Кончаются Слова Небесного Голоса Слышанного Святым Иоанном Далее Святой Иоанн Слышит Уже Голос Самого Бога 21.5 И Сказал Сидящий На Престоле Все Творю Все Новое Исходя Из слов Шестого Стиха Ясно Что Сидящий На Престоле И Говорящий Эти Слова Есть Господь Иисус Христос Эти Слова И ранее Говорил Христос И Приличествуют Ему Но Сказано Что После Страшного Суда И Начало Нового Мира Вечности Тогда И Сам Сын Покорится Покорившему Все Ему Да Будет Бог Все Во Всем Человеческая Природа Иисуса Христа Стала Причастна Божественной Славы И Будучи Природой Второй Ипостаси Троицы Причастна Самой Троице Некогда Говорил Господь Апостолу Филиппу Видевший Меня Видел Отца Как Ты Говоришь Покажи Нам Отца Так И В этом Видении Святого Иоанна Богослова Можно Разуметь Всю Пресвятую Троицу В Е Уединении В Е Единении С Прославленную Человеческую Природой Господь Возвещает Великую Истину Паки Бытия Все Творю Все Новое Образ Прежнего Мира Прошел Настало Все Новое Ибо Вот Я Творю Новое Небо И Новую Землю И Прежние Уже Не Будут Воспоминаемы И Не Придут На Сердце В Паке Бытие Для Обновленного Человечества Бог Будет Ближе Чем Был В Начале Прежнего Бытия В Раю Для Адама До Грехопадения Так Бог Не Только Восстановит Падшую Тварь Но Вознесет Ее Выше Чем Она Была До Падения В этом Великая Победа Божия И Говорит Мне Напиши Ибо Слова Сии Истинны И Верны Слова Сии Это Слова Божии О Новом Творении О Блаженстве Праведников И Осуждении Нечестивых Повеление Записать Эти слова Исходят Либо От Самого Бога Либо же От Посредствующего Ангела Эти слова Истинны И Верны Ибо Они Произносятся Самою Истинную И Познаются Не Через Символы А По Самым Делам Святой Андрей Тесарийский Истинно Истинно Что Исходит От Истины Поэтому Истинным Писанием Открывающим Истину Являются Не Книги Написанные От Человеческого Ума Логических Рассуждений Опытных Наблюдений Или Чувственных Порывов Все Это Может Быть Ошибочным И Ложным Но Книга Библия Написанная Святыми Мужами По Повелению Божию К Чему Мне Быть Скиталицею Возле Стад Товарищей Твоих Песнь Песней Взывает Ищущая Душа К Истине Если Можно Войти В Твой Чертог Чертогом Истины Является Слово Божие А Стада Товарищей Шатры Их Это Произведение Всегда Учащихся И Никогда Не Могущих Дойти До Познания Истины Суе Мудрых Учителей Века Сего Не Этим Товарищем Открыта Истина Не В Их Шатрах Она Обретается Далее К Святому Иоанну Снова Обращается Сам Господь От Своего Имени И Сказал Мне Совершилось Я Есим Альфа И Омега Начало И Конец Жажда Счему Дам Даром От Источника Воды Живой Все Слова Этого Стиха Присущи Господу Иисусу Христу Но Через Него Они Становятся Свойственными И Все Нераздельные Троицы 21.6 Несколько Раз Голос Бога Творца И Спасителя Оглашал Вселенную Словом Совершилось Этим Словом Как Печатью Запечатлевались Различные Стадии Восстановления И Воссоздание Падшей Твари Хаосу Мрака И Беспорядку Падшего Мира Говорил Бог Да Будет И Откликается Древний Бытописатель И Стало Так Совершилось Шестидневное Воссоздание Мира С Крестную С Крестного Древа Возглашает Божественный Страдалец Совершилось Совершилось Искупление Совершился Переход От Ветхого Завета К Новому Но И В Апокалиптическое Время Переносится Этот Возглас Когда Была Излита Седьмая Чаша Гнева То Голос От Небесного Престола Возвестил Совершилось Время Кончилось Начинается Страшный Суд И Вот Теперь Уже Из Чертога Вечности Снова Глаз Божий Совершилось Совершилось Все Что Должно Было Быть Совершился Переход От Нового Завета К Вечному Царству После Шести Дней Творения Сказано И Стало Так Начался Седьмой День День Покоя Божия После Шестоднева Страдания Иисуса Христа Снова Раздается Глаз Совершилось И Вошел Христос В покой Свой Начался Новый День День Христианской Эры В конце В конце Времени Вообще Опять Возглас Совершилось И Начинается Новый День Вечности Так Начало Середина И Конец Этого Мира Отмечены Печатью Творца Совершилось Что Он Восхотел То И Стало Совершились Все Дела Божии Начался Покой Его Вечный Шаббат И Кто Вошел В Покой Его Тот И Сам Успокоился От Дел Своих Как И Бог От Своих Далее Бог Говорит Я Есмь Альфа И Омега Начало И Конец Святой Андрей Кисарийский Прилагает К этим Словам Еще Такое Толкование Что Христос Есть Начало И Конец Как Первый По Божеству И Последний По Человечеству И Вяг Простирающий Своё Промышление От Первой Бесплотной Твари До Последних Людей В Нем Начало И Конец Всякого Бытия Все Им И Начало И Конец В Боге Сыне Его Единородном Так И Все До Самого Мельчайшего В Нашей Жизни Должно Иметь В Нем Своё Начало И Конец Человек Вот Пей Лишь Лишь Мельчайшего Даром Покупатели Недоуменно Отходили В Конце Дня Все Требовавшие Деньги Торговцы Распродали Свои Продукты Удававшего Жадаром Никто Не Взял Такова Человеческая Природа Человек Прекрати Все Гибельные Попытки Купить Благодать Серебро Твоё Да Будет Погибель С тобой Потому Что Ты Помышляешь Дар Божий Получить За Деньги Нет Тебе В Сём Части И Жребия Ибо Сердце Твоё Неправо Пред Богом Верующие Должны Ясно Разуметь Что Благодать И Всякое Священное Действие Даются Даром Та Желепта Которую Они Несут В Храм Есть Не Плата За Благодать А Опять Таки Их Дар Богу Их Приношение За счёт Которого Материально Содержатся Храм И его Служители Великое Духовное Значение Соломничества Паломничества К святым Местам Но И эти Поездки Должны Разуметься Не Как Купля И Зарабатывание Спасения И Отпущение Грехов А Как Бех Лани К потокам Воды Как Устремление К местам Особого Пребывания Божия К особо Обильным Источникам Благодати В совершенной Мере Напоение От источника Воды Живой Произойдёт Вечности Сейчас Церковь Находится Ещё В пустыне И подвизается В безводных Местах Этого мира Греха И неправды Но Благодат 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 Ибо Ибо Они Насытятся Вечности Сам Бог Напоет Всякого Жаждущего Истины Духа И красоты Сейчас Время Пустынножительства И подвигов Тогда Утоление Жажды Сейчас Душа Желает Тех Потоков Тогда Будет Пить Сейчас Стремление К Богу Тогда Полнота Общения Даром Даются Все Блага Будущего Века Ибо Всё Нынешнее Ничего Не стоит В сравнении С ними Они Не Приобретаются Имением Но Даром Дает Бог Верующим В Него Однако Если Человек И не Может Спастись Сам Не Купить С Его Спасения Но Даром Всё Приемлет От Бога То Это Не Значит Что Спасутся Все И Человеку Ничего Не Нужно Делать Господь Говорит Далее Побеждаюсь И Наследуюсь Всё И Буду Ему Богом И Он Будет Мне Сыном Для Наследования Вечных Благ И Жизни В Боге Необходимо Победить Мир Греха 21.7 Ибо Всякие Рождённые От Бога Побеждают Мир И Сия Есть Победа Победившая Мир Вера Наша Рождение Победа Для Сего Примите Все Оружие Божие Дабы Вы Могли Противостоять В день Злый И Всё Преодолев Устоять Все Оружие Божие Дается Нам Даром Но Противостоять И Преодолеть С Его Помощью Должны Мы Сами Только Кому И На Земле Господь Был Богом Тому Он Будет И Там Богом Кто На Земле Жил Как Чадо Божие Тот И Там Будет Ему Сыном Сказав О Блаженстве Праведников Вечности После Страшного Суда Господь Говорит И О Мучительной Участи Нечестивых 21.8 Боязливых же И Неверных И Скверных И Убийц И Любодеев И Чародеев И И Идолослужителей И Всех Уржецов Участь В Озере Горящим Огнем И Серую Это Смерть Вторая Не Только Лишается Царствие Божие Но Будут В Озере Горящим Огнем И Серую Это Смерть Вторая Грамотные Люди Нашего Века Иногда Даже И Верующие Посмеиваются Над Якобы Примитивным Представлением Церкви Что Вот Где Грешники Будут Жариться В Геенском Огне Но Ведь Примитивно Детское Представление Часто Бывает Самым Правильным И Неискаженным Лжеименной Мудростью Да Действительно И Душою И Телом Грешники Будут Гореть Нестерпимом Огне Геенны Огненные Муки Постигнут Разум Чувство Волю И Тело Нечестивца От того Кто Слышит Слово И Тотчас С радостью Принимает Его Но Не Имеет Себе Корня И Непостоянен Когда Когда Настанет Скорб Или Гонение За Слово Тотчас Соблазняется Боязливыми И Маловерными Были Некогда И Ученики Господа Это Особенно Проявилось Когда Они Оставили Его Во Время Крестных Страданий Но Позже Они Все Укрепились Боги Мужественно Пронесли Весть О Христе Во все Концы Вселенной И Примели Мученическую Кончину Может Показаться Какой Грех В Боязливости Разве Приносит Боязливость Кому Нибудь Вред Но Вот Сам Господь Говорит Что Их Участь В Озере Огненном Ибо Кто Постыдится Меня И Моих Слов Того Сын Человеческий Постыдится Когда Приидет Во славе Своей И Отца Святых Ангелов И Ныне Много Боязливых Они Не Отвергают Бога Не Борются Против Него Но Стыдятся Стесняются И Боятся Они Не Хотят Мужественно Взять Крест И Нести Его Вроде Сем Прелюбодейным И Грешным Они Боятся Чтобы Кто-то Не Узнал О том Что Они Верующие Или Крещеные Чтобы Кто-то Увидел В них Доме Икону Чтобы Кто-то Узнал Что Они Молятся Или Ходили В Храм Божий Чтобы Кто-то Увидел На Подражать Этому Этому Миру Словах Внешнем Облике Образе Жизни Но Стыдятся Подражать Христу И Его Святым Участь Таковых Вместе С неверными В озере Огненном Посему Стрепенись Душа Расчисти Своё сердце От камней Страха И Ложного Стыда И Дай Словы Божии Пустить В Тебе Глубокие Корни Свои Последние Наставления Ученикам Господь Заключил Словами В Мире Будете Иметь Скорбь Но Мужайтесь Я Победил Мир Неверные Это неверующие И некрещеные Как и сказано Что Кто не будет веровать Осужден будет Если Кто не родится От воды И Духа Не может Войти Царствие Божие Равно Это И отпавшие От церкви И отрекшиеся От Христа Если Отречемся И Он Христос Отречется От нас Ибо Невозможно Однажды Просвещенных И Вкусивших Дара Небесного И Соделавшихся Причастниками Духа Святого И Вкусивших Благого Глагола Божия И сил Будущего Века И Отпадших Опять Обновлять Покаянием Когда Они Снова Распинают В себе Сына Божия И Ругаются Ему Земля Пившая Многократно Сходящий На нее Дождь И Производящая Тернии Волчцы Негодно И Близка К проклятию Конец Которого Сожжение Так Убийцы Убивай Любодей Погрязшие В грехах И Обольщение Посредством Трав А также Прибегая К тайным Силам И Демонам Церковные Каноны Различают Чародеев Отравителей Прорицателей И Волхвов Чарование Это призывание Бесов На сотворение Вреда Другим Наведение Злого Жития Наведение Апатии И Безволия Нежелание Жить Расслабление Членов Наведение Болезни И Прочее Внешне При этом Могут Даже Петь Псалмы Призывать Имена Мучеников И Богородицы Отравители Травами И Другими Средствами Отравляют Людей Прорицатели Через Общение С демонами Прорицают Будущее Волхвы Призывают Благотворных Бесов И Делают Внешне Доброе Фактически Портят И погубляют Душу Волхвы Занимаются Астрологией Помимо Этого Есть Еще Гадатели Спиритисты Маги И Прочие Земные Служители Ада Все Совершающие Эти грехи Строго Наказуются По церковным Канонам А Священное Писание Обрекается Писанием Обрекается На вечные Муки В Деянии Огненной Поскольку Часто Бывает Трудно Отличить Божию Силу От бесовской Ибо Чародейство Внешне Маскируется В благочестивую Оболочку Да и Велика Обольстительная Сила Чародеев То Лучше Всего Пользоваться Исключительно Лишь Церковными Средствами Ведь Идар Развлечения Духов Дается Только Иным Поэтому Не должны На это Дерзать Все Но Пользоваться Испытанно Благодатными Средствами Церкви Это Тем более Важно В наш Век Всеобщего Смешения Понятий Духов И Учений И Чтобы Тебя Не Стретило Христиане Осини Себя И окружающее Крестным Знамением Сотвори Молитву И Уповай На Бога Дабы Остаться Чистым И Не Оскверненным От Всякой Чародейской И Демонической Силы Отче Наш Не Веди Нас В Искушение Но Избавь Нас От Букавого Идолослужители О них Уже Весьма Много Говорилось В Апокалипсисе Поклоняясь Кумирам И Всякой Твари Как Божеству Они Фактически Поклонялись И Приносили Жертвы Бесам И Тем Уготовали Себе Участь В Озере Горящим Огнем И Серою И Под Конец Господь Перечисляет Всех Лжецов Ложь Находится У Истока Всяких Когда Говорит Он Ложь Говорит Своё И Он Лжец И Отец Лжи Многие Считают Что Если Они Не Грабители Не Убийцы То У них Собственно И Грехов Нет Но Кто Свободен От Лжи Кто Никогда В Жизни Не Обманывал А Участь Лжецов Одна С Убийцами И Неверными Многие Христиане Допускают В Своей Жизни Лож Утверждают Что Есть Святая Лож И Лож Во Спасение В Определённых Случаях Дескать Можно Говорить Неправду Но Так Ли Это Во-первых Где Та черта Которая Указывает Когда Можно Лгать А Когда Нет Как На Основании Чего Практически В Тех Или И И И И И И И Решать Лгать Или Нет Нам Кажется Иногда Что В Такой То Ситуации Обязательно Надо Солгать Но Проходит Время И Обнаруживается Что Можно Было Или Даже Нужно Было Не Лгать И Практика Показывает Что Люди Допускающие Лож Во Спасение Начинают Лгать В Таких Ситуациях Когда Она Совершенно Очевидно Была Не Нужна И Не Служила Никакому Спасению Мысль Что В Такой То Ситуация Обязательно Надо Солгать Навивается Дьяволом Ибо Он Отец Лжи Он Ставит Ум Человек В Тупик Из Которого Можно Выйти Только Ложью Взирающий Жена Бога Всегда Найдет Выход Правдою Просто В это Надо Верить До Конца Когда же Будут Предавать Вас Не Заботьтесь Как Или Что Сказать Ибо В тот Час Дано Будет Вам Что Сказать Ибо Не Вы Будете Говорить Но Дух Отца Ваш Будет Говорить В Вас А Дух Отца Есть Дух Истины А Не Лжи Во Вторых Нет Ничего Тайного Что Не Сделалось Бы Явным И Ничего Не Бывает Потаенного Что Не Вышло Бы Наружу Когда Твоя Ложь Станет Явной Как Засвидетельствуешь Обманутому Тобой В том Чье Имя Истина В Третьих Зачем же Нам Заповедано Быть Мудрым Если Можно Лгать Мудрость Тому Состоит Чтобы Не Солгав Найти Выход Можно Отвечать Уклончиво Отвечать Не На Вопрос Отказаться Отвечать Молчать Но Не Лгать В Четвертых Не Может Быть Святой Лжи Ибо Вся Святость От Бога А ложь Свое Для Сатаны Написано Всякая Неправда Есть Грех А может Ли Грех Быть Святым Может Ли Грех Войти Царствие Божие Святая Ложь Это На Вроде Светлой Тьмы В В Пят В Пятых Говорят Как же Такие Праведники Как Рааф Из И 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 Лжи Были Оправданы Богом Действительно Многие Ветхозаветные Праведники Прибегали К неправде Но Ведь Были Многие Из И И Многоженцы Ветхий Завет Был Детоводителем Ко Христу Новый Завет Дал Закон Совершенный Совершенности Многое Что Дозволяло С Ветхом Завете Уже Недопустимо Для Времени Благодати Нагорная Проповедь Спасителя Показывает Нам Возвышение Нового Завета Перед Ветхим Благодати Перед Законом В Новом Завете Мы Нигде Не Находим Ни Тени Ни Правды В Устах Праведников Шестых Не Может Быть Лжи Во Спасении Ибо Кто Говорит Ложь Не Спасется Притча 19.5 И Кто Говорит Ложь Погибнет Так же Говорит Господь В Апокалипсисе А вне Небесного Иерусалима Всякий Любящий И делающий Неправду И всех Лжецов Участь В озере Горящим Огнем И серою Ясно Сказано Что всякая Ложь С какой бы Целью Не совершалась Ведет К вечным Мухам Гиенны На этом Собственно Завершено Откровение О вечном Блаженстве Праведников И мучениях Грешников Но как и ранее После завершения Откровения О царстве Антихриста Было дано Еще особое Видение Великого Города Блудницы Вавилона Так и теперь После общего Откровения В вечном Царстве Христа Дается Еще особое Видение Великого Города Невесты Святого Иерусалима И пришел Ко мне Один Из Семи Ангелов У которых Было Семь чаш Наполненных Семью Последними Язвами И сказал Мне Пойди Я покажу Тебе Жену Невесту Агнца 21.9 Как и ранее Великую Блудницу Святому Яну Показывал Один Из Семи Ангелов Мещих Семь Чаш Так и Теперь Пришел Ко мне Пишет Святой Ян Один Из Семи Ангелов У которых Было Семь Чаш Наполненных Семью Последними Язвами Из Этого Мы Видим Что Все В этом Мире Доброе И Худое Утешительное Скорбное В руках Божьих Все Им Управляется И его Святыми Ангелами Как Вестниками И Слугами Видим Что Один И тот же Ангел Может Совершать Совсем Различные Служения Сходные Слова Обращения Ангелов Святому Иоанну В обоих Случаях Там Подойди Я покажу Тебе Суд Над Великой Блудницей Здесь Пойди Я покажу Тебе Жену Невесту Агнца В 19.7 Мы Видели Жену Невесту Агнца Приготовившую Себя Для Брака Ожидавшую Великого Таинства Теперь же Видим Их Теснейшее Блаженное Общение Что Тогда Было Радостным Ожиданием Что Теперь Блаженная Действительность Ангел Говорит Святому Иоанну Пойди Я покажу Тебе О Частые Очи Тайна Зрителя Чистые Удостоенные Сего Дивного Видения Воистину Блаженно Чистые Сердцем Ибо Они Бога Узрят На Земле Видят Небо Из Времени Созерцают Вечность Жена Невеста Агнца Здесь Должно Разуметь Не в общем Смысле Женского Рода А именно Жена Замужняя Это Тайна Тайн Нового Завета Это Мать Рождающая И Остающаяся Девой Это Дева Мать В Одном Лице Две Сущности В Одной Ипостаси В Тайне Троицы Дри Ипостаси В Одном Существе В Тайне Богородицы Церкви Два Существа Девы И Матери В Одной Ипостаси Мать Образ Земли Мать Сама Земля Порождающая Жизнь Дева Образ Неба Дева Само Небо Чистое И Нетленное Дева Мать Это Таинственный Священный Неизреченный Союз Неба И Земли Это Богов Воплощение Это Обожение Твари От Словесного Приглашения Ангел Переходит К Действию И Вознес Меня В Духе На Великую Высокую Гору И Показал Мне Великий Город Святый Иерусалим Который Нисходил С Неба От Бога 21 10 Совершается Это Не телесно Но В Духе О Перенесении Своего Духа В Видениях Святой Иоанн Упоминал Уже И Ранее Подобное Вознесение В Духе На Гору Для Получения Откровения О Храме Пережил Некогда Святой И Возносится Дух Святого Тайнозрителя На Великую И Высокую Гору Ибо Велик И Славен Новый Город Иерусалим И Обозреть Его Можно Только Со Стороны С Большой Высокой Горы Вознесение На Гору Духа Святого Иоанна Означает Что Мысль Его Была Устремлена От Земли К Небесному Вавилон Блюдница Показан Ангелом Святому Иоанну В Духовной Пустыне Для Видения Города Невесты Тот же Ангел Ведет Его На Мысленную Гору Горе Имеем Сердца И Мы Братья Чтобы Вместе С Тайнозрителем Созерцать Дивную Картину Небесного Иерусалима В пустыне Духовное Состояние Города Блудницы А высокая Гора Пишет Святой Андрей Кисарийский Есть Возвышенная И Примирная Жизнь Святых Которую Украсятся И Прославится Жена Агнца Горный Иерусалим Небесный Иерусалим Божий Обитель В тварном мире И есть Жена Невеста Агнца Теперь Святой Иоанн Начинает Описывать Картину Небесного Города Первая Обратившая На себя Его Внимание Даже Не сам Город А его Светила И слава Он Имеет Славу Божию Светила Его Подобно Драгоценнейшему Камню Как бы Камни Яспису Кристалловидному Самое Первое И самое Важное Это то Что Город Имеет Славу Божию Не свою Славу Не свою Красоту Но Божию Истинная Слава Тваре Не в ней Самой А в Ее Тварце Потому Славна Церковь И ее Святые Что Сам Бог Облекает Их Свою Славу Христо Христос Святой Апостол Петр Петр Видевший Эту Славу На Фаворе Пишет Всем Верным Когда Явится Пастырь Начальник Вы Получите Неувидающий Венец Славы Славами Господи Боже Наш Славой И чести Венчая Я Сочитывает Священник Невесту И Жениха Тайна Сия Велика Я Говорю По отношению Ко Христу И К Церкви Увенчанная Слава И чести Невеста Город Имеет Славу Божию Потому Славящий Святых И Церковь Собрание Святых Воздаёт Не иному Кому Славу Как Богу Светило Его Города Подобно Драгоценнейшему Камню Как бы Камни Яспису Кристал Видному Нетварное Светило Освещает Город Но Свет Самосущий Свет Истинный Который Просвещает Всякого Человека Приходящего В мир Светило Означает Светило Самосветящееся Это Не отражающий Свет А сам Свет Бог Ибо Бог Есть Свет Свет Сущность Истинства Бога От Него От Отца Света У которого Нет изменения И ни тени переменны Получает Освещение Вечный Город Всякий Человек Приходящий В мир Христа Церковь Его Обитель Просвещается Этим Нетварным Невечерним Светом Светило Это Несравнимо Ничем Земным Чтобы Как-то Описать Его Святой Иоанн Пишет Что Оно Подобно Драгоценнейшему Камню Нет Таких Камней На земле От которых Исходил Бы Такой Чудный Свет Но Уж Если Сравнивать То Это Светило Подобно Как бы Яспису Кристалловидному Камню Зеленому И Прекраснейшему Этим Означено Что Светило Города Несравненно Всегда Растущее Цветущее И Жизнеподательное В картине Небесного Престола 4.3 Сидящий То есть Бог Свет Подобен Камню Яспису И Сардису Ибо Там Свет Производил Жизнь И суд Сардис Красный Света Огня Теперь Суд Позади Настала Вечная Жизнь Освещаемая Светилом Подобным Только Яспису А не Яспису И Сардису В этом Веке Милость И суд Будут Петь В том Только Милость И благость Божия Тогда Воскликнем Вместе С Исаией Восстань Свети Иерусалим Ибо Пришел Свет Твой И слава Господня Взошла Над Тобою Он Город Имеет Большую И высокую Стену Имеет Двенадцать Ворот И на них Двенадцать Ангелов На воротах Написаны Имена Двенадцати Колен Сынов Израилевых С востока Трое Ворот С севера Трое Ворот С юга Трое Ворот С запада Трое Ворот Двадцать Двадцать Один Двенадцать 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 Ибо Тебе Бояться Нечего И от Ужаса Ибо Он Не Приблизится К Тебе Исайя 54.14 Говорит Исайя о Израильской церкви Об этом же говорит то, что ворота его не будут запираться Стена города более указывает на его благоустроенность и благоукрашенность Оборонительный же роль стены особо можно усматривать в условиях земного странствования церкви Большая и высокая стена, охраняющая живущих во Святом Граде, есть Христос, пишет святой Андрей Кисарийский С другой стороны устами невесты Суламид говорит Пречистая Дева Богородица всем верным чадам церкви Я стена, потому и взываем молитвенно спаси от бед рабы твоя Богородица Яко си по Бозе к тебе прибегаем, яко нерушимись в тене и предстательству Яко стену прибежище стежахам И душ все совершенное спасение И пространство в скорбях от рукавицы И просвещением твоим присно радуемся, о Владычеса И ныне нас от страстей и бед спаси Пристанище и предстательство к тебе прибегающих будет Дева И стена нерушимая, прибежище же и покров, и веселье И с каноном Волебного Богородицы Стена города имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых Двенадцать ворот в стене святого Иерусалима означает двенадцать колен Израилевых Имена этих колен и начертаны на них, как в древности были написаны На рамнике израильского первосвященника Имена колен Израилевых на воротах небесного Иерусалима Указывают на спасение Израиля, которое совершится в кончину века Итак, весь Израиль спасется, как написано Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их Спасется, причем не только уцелевшее колено Иуды Но все двенадцать Бог придет к цели с народом своим Так сыны двенадцати патриархов сынов Иакова станут сынами вечности С другой стороны, здесь, разумеется, духовный Израиль Церковь искупленных Ветхого и Нового Завета О духовном значении имен колен Израилевых Исповедание Иуда Видение Рувим Искушение Гад Блаженство Асир Молитва Нефалим Забвение Монассия Послушание Симеон Священодействие Левии Награда Иссахар Сила и благоухание Завулон Приложение Иосиф Болезнь Вениамин Вот двенадцать ворот, вводящие в небесный Иерусалим Нареченных этими именами, Бог нарекает своими чадами Двенадцать ворот означает двенадцать апостолов Через проповедь которых все народы входят в церковь Это двенадцать догматов апостольского учения Просвещающие весь мир Никео-Сареградский символ веры Двенадцать апостолов указывают вход к Богу и в его город На воротах города соответственно двенадцать ангелов О том, что верным дается ангел-хранитель Неоднократно свидетельствует Священное Писание Ибо Бог ангелом Своим заповедует о тебе Охранять тебя на всех путях твоих На руках понесут тебя, да не приткнешься Камень ногою твоею Ангелы суть служебной духи, посылаемой на служение Для тех, которые имеют наследовать спасение Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах Всегда видят лицо Отца Моего Небесного Что всякий христианин имеет своего ангела-хранителя Всегда веровала Святая Церковь Тем более, пишет святой Андрей Кисарийский Двенадцать апостолам поспешистует в евангельской проповеди Двенадцать первейших ангелов Двенадцать особых высших ангелов Покровительствовало двенадцать апостолам в их труде Они стоят, как привратники Церкви Небесного Города Вечности Эти ангелы охраняют всегдашнюю радость и веселье Совершеннейшую чистоту обитателей святого города Далее святой тайнозритель описывает расположение стен и ворот города С востока трое ворот, с севера трое ворот С юга трое ворот, с запада трое ворот Стены города направлены соответственно четырем сторонам света На каждую сторону по трое ворот Это напоминает устройство Соломонова Медного моря в храме Стояло оно на двенадцати валах Три глядели к северу, и три глядели к западу, и три глядели к югу И три глядели к востоку, и море на них сверху Второе параллепайнон 4.4 Трое ворот на всех четырех сторонах означает, что через апостольскую Проповедь 12 Народы всех четырех сторон света приходят поклонить все животворящие при святой троице Крестообразное расположение ворот показывает, что крест научает все народы истинному богопочитанию Только через крест открывается всем четырем концам мира троица Крест соединяет, скрепляет В любом строительстве крест есть соединительное и скрепляющее звено всякого сооружения А вот свидетельство одного человека, участвовавшего в разрушении храмов Это было при снятии креста с Веденского храма в Оптиной пустыне Подходит ко мне инструктор по физкультуре Петька Соколов и говорит, что ему поручили снять крест с собора И чтобы я ему помог Но я согласился по молодости И надо сказать, что пережил в связи с этим одну из самых страшных минут в своей жизни Пока мы отвинчивали гайки, мы держались за крест А когда полетел на землю, он, нам держаться стало не за что Я думал, что посидею Владимир Салоухин, время собирать камни, современник Воистину, когда полетел крест на землю, держаться стало не за что Так говорит человек, переживший своею жизнью Скрепляет с собой весь мир и примиряет его с Богом, с Пресвятой Троицей Все части мира, говорит Святой Василий Великий, приведены ко спасению частями креста Христос пришел, чтобы в одном теле примирить обоих язычников и израильтян С Богом посредством креста, убив вражду на нем Трое ворот города со всех четырех сторон означает также троическую четверицу апостолов Исповедницу Святой Троицы Святой Андрей Кесарийский Еще здесь можно разуметь Евангелие Троицы, посланное на все четыре стороны света Либо четыре Евангелия, являющие Троицу Устройство ворот Святого Иерусалима указывает нам также таинственное значение Священного числа 12 Равняется 3 на 4 Четыре число этого мира, его стихи, его природы, его сторон, его измерений Три число единого Бога в самом себе, число его ипостасей 12, 3 на 4 означает явление Троицы миру Соединение Бога с Тварью, проникновение и освящение земли небесным существом Апостольская церковь есть Троица, явленная миру, 3 на 4 Или мир, погруженный в недра троической жизни Бога, 4 на 3 Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца 21, 14 Стена города в соответствии с 12 воротом имеет 12 оснований, 12 камней, на которых она зиждется На каждом из камней написано имя одного из апостолов Каждодневно на литургии мы исповедуем свою веру воедину апостольскую церковь Апостол пишет верующим Итак, вы уже не чужие и не пришельцы Но сограждане святы мы свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков Апостолы, приняв от Бога спасительное учение, преподали его людям и обратили к нему сердца и умы Непосредственно от Бога приняли они спасительную благодать священства, которая передается теперь от них из рода в род, созидая и окормляя церковь Когда приходил Христос, они были первыми двенадцатью камнями, которые заложил сам божественный строитель Остальные камни закладываются уже через них Теперь всем верующим пишет один из апостолов Петр, камень Вы и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом Двенадцать апостолов были тем семенем, которое бросил божественный сеятель, и от которого выросло все древо церкви А они то основание, на котором построен весь город Но тут надо четко разуметь, что апостолы не являются тем самосущим основанием, которое держит все Этим основанием является сам Господь Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, все они камень краеугольный, избранный, драгоценный Апостолы же, промежуточное звено между Христом и всей постройкой Как и сказано, быв утверждено на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святый храм в Господе Эфесянам 2.20 Схема такова, Бог, апостолы, церковь, город Бога Живого Как двенадцать родоначальников ветхозаветнего Израиля были потомки трех патриархов Авраама, Исаака и Якова Так двенадцать апостолов Нового Завета сами стоят над Пресвятой Троице, Отец, Сын и Дух Святой То, что апостолы не самосущие основания, а держат весь город, сами основываясь на краеугольном камне Христе, подчеркнуто тем, что они названы не просто апостолы, но апостолы Агнца, посланники Христа людям Интересно отметить еще соответствие имен двенадцати апостолов на двенадцати основаниях и имена двенадцати колен Израилевых на двенадцати вратах С одной стороны, это то, о чем пишет святой Павел Были утверждены на основании апостолов и пророков С другой стороны, как ворота не могут стоять, не будучи утверждены на основаниях, так двенадцать колен Израилевых наследует спасение только через суждение апостольское Как говорил Господь своим апостолам, что в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых И опять-таки, двенадцать ворот, направленные в разные стороны Означает, что различные народы каждый своим путем входит в Царствие Божие Различные имена на воротах также означают своеобразие путей разных народов и людей Но при всем историческом, географическом, этнографическом и психологическом характеристическом своеобразии путей Вход в град Божий может быть только на апостольском основании Только на основании апостольского учения и благодати, преподанной через них При всем своеобразии спасающей может быть только Церковь апостольская Ибо апостолы будут определять достоинства того или другого Различные исторические церкви ведут свое начало от разных апостолов Петра, Андрея, Фомы Но все они имеют, хотя и разные, врата в град Божий Но что могут представить различные протестантские и сектантские общества Основанные через полторы тысячи и более лет после апостолов Не апостолами, а какими-то реформаторами О каком апостольском основании могут они говорить, не имея ни апостольского рукоположения, следовательной благодати Ни апостольского предания, ни апостольского учения Ни духа апостольского Их города и веси Основанные не на драгоценных камнях апостолов Но на песке, глине и щебне реформаторских прелестей и заблуждений Когда разольются реки страшного суда и подуют ветры То не опрокинутся ли домы их, и не будет ли падение их великое? А ты, душа, принадлежащая церкви апостольской, но по закону ее не живущая Как войдешь через врата апостольские? Как выдержишь суд апостольский, если учения их не содержишь и не подражаешь жизни и вере их? Далее святой Иоанн описывает ангельское измерение города Говорившись, самый новый ангел имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его О смысле пророческого измерения Смотри толкование 11.1 В нашем случае измерение имеет значение описание измеряемого Чтобы показать величие, соразмерность, симметрию, великолепие и красоту города В отличие от 11.1, измерение совершает здесь не апостол, но сам ангел Величие и красота будущего города неизвестны людям, но открыты ангелам Через откровение же святому Иоанну ангельское разумение о городе передается и людям Ибо мера человеческая, какова мера и ангела Для измерения ангел имел золотую трость С пророческим измерением тростью мы встречаемся также у порока Иезекииля 45.42.16 Откровение 11.1 Трость имела значение определенной единицы измерения Так, например, у Иезекииля она была в шесть локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью Величина апокалипсической трости нигде не указана В отличие от предыдущих случаев, этот ангел имел золотую трость Этим указана как досточестность измеряющего ангела Так и еще более досточестность величия и слава измеряемого Нового Иерусалима Ангельскому измерению, разумению, подлежит город, ворота его и стена его Хотя в дальнейшем святым тайнозрителям будут сообщены результаты измерения только города и стены его А воротах же ничего не будет сказано Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта И измерил он город с ростью на двенадцать тысяч стадий Длина и широта, и высота его равны И стену его измерил во сто сорок четыре локтя Мерой человеческую, какова мера и ангела Двадцать один, семнадцать Чтобы выше представить себе это измерение Представим город Стадия древнегреческой меры длины, составляющая около ста восьмидесяти пяти метров Значит, двенадцать тысяч стадий Это две тысячи двести двадцать километров Таким образом, небесный город представляет собой куб ребром две тысячи двести двадцать километров Чтобы лучше представить себе величину города Укажем примерно вершины квадрата, которая могла бы занять основание города Будь он на нашей земле Москва, Омск, северная часть Пакистана, город Халеб в Сирии Возвышался бы город примерно на треть радиуса земли Радусть земли равен 6378 километров Высота стены сто сорок четыре локтя Так как указано, что мир ангел совпадает с мирой человеческой То можно здесь разумеет обычный локоть То есть примерно полметра Значит, высота стены примерно 72 метра Это примерно соответствует высоте двадцати четырехэтажного здания Для нашего воображения это, безусловно, очень высокая стена Но она ничтоже мала в сравнении с высотой города Ниже в тридцать тысяч восемьсот тридцать три раза В таком случае всю массу построек города Можно представить себе восходящий в виде террас От стен города к его вершине Увенчанной престолом Бога и Агнца А впрочем, сам текст апокалипсиса на это никак не указывает Сказано только, что основание квадратное Что длина города равна его широте и высоте И даны величины длины широты и высоты города Также высоты его стен Так эти числа указывают на неописуемое величие И неизреченную красоту, симметрию и соразмерность города Как возвышены для меня помышления твои, Божия И как велико число их Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою Истинны слова Христа В доме Отца моего обители много А если бы не так, я сказал бы вам Я иду приготовить место вам Апокалиптические числа указывают на множественность обителей в доме Отца Небесного У него все найдут место Вся великая семья Чад его собрана из всех концов вселенной Из всех народов, из всех времен Но эти числа указывают не только на номерическое количественное множество обителей Но и на благодатное множество его даров От полноты его все мы приняли благодать на благодать Это море благодати обильно и в самых разных видах проявилось во святых его Пророки, апостолы, святители, преподобные, мученики, бессеребреники, праведные, юродивые и прочее Обильно и многообразно будет и вознаграждение Так и при воскресении мертвых Сеется в тлении, восстает в нетлении Сеется в уничижении, восстает в славе Сеется в немощи, восстает в силе Так, если уже в тлении, уничижении и немощи Такое изобилие и множественность благодатных сил и даров О которых свидетельствует вся история церкви То каликой каково будет восставшее в нетлении славе и силе Каков город, таковы его обитатели Такова жизнь в нем Помимо этого числа Двенадцать тысяч Двенадцать на тысячу Может означать тысячекратное умножение семени апостольского Апостолами, их учением и благодати Преподанной через них Населяется церковь Населяется небесный город Иерусалим И опять-таки Размеры церкви города указывают Что она апостольская На это же может указать и размер стен города Сто сорок четыре Двенадцать на двенадцать Сугубая проповедь апостольская Вера апостольская Подтвержденная делами апостольскими Мы видели всех верных Представленных как сто сорок четыре тысячи запечатленных Соответственно этому символико-мистическому числу Всех верных Стена города Их вечного жительства измеряется Ста сорока четырьмя локтями Ибо стена по святому Андрею Кисарийскому Есть также божественное ограждение и покров Которым будут охраняемы святые Ситуа Андрей Кисарийский приводит еще такую расшифровку числа 1200 1200 разделить на 7 Равняется 1714 Равняется 1000 плюс 700 плюс 14 Здесь 1000 означает совершенство бесконечной жизни 700 совершенство покоя 14 7 умножить на 2 Двойное субботство души и тела При этом мы заметим, что деление 1200 на 7 не случайно, ибо 7 число круга времен земных страданий А 1714 1000 плюс 700 плюс 14 7 умножить на 2 Трижды указывает на совершенство вечного покоя То, что число 1200 равным образом длина ширина и высота равны Потребляется трижды и указывает на обретение вечного покоя только в троице Причем равного отце, сыне и в духе святом Город расположен четвероугольником И длина его такая же, как и широта Абсолютная незыблемость и прочность вечного города Длина и широта и высота его равны Город живет жизнью при святой Троице Единосущной, нераздельной и неслиянной Как не бывает длины без широты и без высоты Но все в этом мире трехмерно Так и Бог в Троице, а Церковь в Боге Полнота, наполняющая все во всем Как нельзя одно измерение отделить от другого Длину от широты, например Так и в Боге Троице нераздельно И как наоборот, нельзя свести одно измерение к другому Например, выразить х через у или з Так не слитны ипостаси Троицы и несводимы одна к другой Как длина, широта и высота характеризуют один и тот же объект Являются координатами одной и той же точки Так единосущна Троица Длина, широта и высота города равны Так равны в божестве Отец, Сын и Дух Святой Небесный город Иерусалим Представ святому тайнозрителю Обителью живоначальной нераздельной Единосущной Троицы Сие записано в страницах Священного Писания, чтобы вы Укорененные и утвержденные В любви Могли постигнуть со всеми святыми Что широта и долгота И глубина и высота И уразуметь превосходящее Разумение любовь к Христову Дабы вам исполниться всею полнотою Божией После описания размеров города Святой Иоанн переходит к описанию материалов Из которых построен город Драгоценность, светлость и красота Камней, из которых состоит город Соответствуют духовному состоянию святых И сами, как камни живые Устрояйте из себя дом духовный Об особой утонченности и красоте Возрожденной природы Паки бытия Пророчество Лысая Бедная, бросаемая бурею безутешная Вот я положу камни твои на рубине И сделаю основание твои из сапфиров И сделаю окно окна твои из рубинов И ворота твои из жемчужин И всю ограду твои из драгоценных камней Вместо меди буду доставлять тебе золото И вместо железа серебро И вместо дерева меч И вместо камней железо И поставлю правителям твоим мир И надзирателями твоим правду В таинственном видении Все это было явлено святому тайнозрителю Стена его города построена из ясписа А город был чистое золото Подобен чистому стеклу В 21.18 Стена города построена из ясписа Это то, о чем пророчествовал еще Исаия И сделаю всю ограду твои из драгоценных камней А ясписи Смотри 4.3.21.11 Этим означена всегда цветущая и неувидающая жизнь святых А город был чистое золото Подобен чистому стеклу Нам сегодня непредставимо такое сочетание Золото прозрачное, как чистое стекло Это говорит о изменении и просветлении природы будущего века Сочетание блеска золота и прозрачности стекла Показывает святость и великолепие Драгоценность с одной стороны Чистоту ясности и светлость с другой Таковы святые Таковы они уже в этом веке Таковы ему готовы набители в будущем Такова природа всего города и построек и улиц его Такова природа церкви Дальше святой Иоанн описывает двенадцать оснований стены города Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями Основания первой яспис Второй сапсир Третье халкидон Четвертое сморагд Пятое сардоникс Шестое сердолик Седьмое хризолит Восьмое верил Девятое топаз Десятое хризопраз Одиннадцатое гиацинт Двенадцатое аметист Еще не ясно Как скрытые туманной дали Видел Исайя И сделай основание твоей сапфиров 54.11 Святой Иоанн видит уже подробно Все двенадцать оснований Украшенные всякими драгоценными камнями Мы уже ранее видели двенадцать оснований стен города С начертанными на них именами святых апостолов Теперь говорится еще, что эти основания были украшены всякими драгоценными камнями Это камни громадной величины Своими чудными цветами Украшающие вид всего города В нашем мире Не видел того глаз Что приготовил Бог Любящим его Эти двенадцать камней Оснований С начертанными на них именами Двенадцати апостолов Весьма напоминает на перстник судны Носимые в Ветхом Завете первосвященником Исход 28.15.21 Там также было двенадцать драгоценных камней С вырезанными на них Как на печатях именами двенадцати колен Израилевых Восемь камней Ветхозаветной Архиереи Совпадают с камнями Нового Иерусалима На четырех На четыре Анфракс Лигури Ахат И Анихи Заменяют в Новом Иерусалиме на Халкидон, Сардоникс, Хризопраз и Яцинт Название камней в разных переводах Библии Несколько отличаются друг от друга Святой Андрей Кесарийский видит в этом указаниях На согласие Ветхого Завета с Новым А также на преимущество святых в Новом Завете просиявших Двенадцать драгоценных камней Оснований в соответствии двенадцати апостолам Провести точное соответствие между камнями и апостолами Представляется очень трудным Так как мы не обладаем недостаточным знанием совершенств И характерных особенностей каждого из апостолов Незнанием точного соответствия различных свойств камней С качествами духовными Не как утверждение истины, а скорее как некое гадание о ней Андрей Кесарийский приводит такое сопоставление Пользуясь сказанным святым Епифанием о камнях В применении к начальникам колен Израилевых Точно ведает об этом только сам Бог, давший откровение Приведем теперь свойства камней И соответствие их апостолам по святому Андрею Кесарийскому Первый яспис Тот же самый, из которого вся стена По цвету, подобно изумруду, зеленоватый Это верховный Петр, носивший в теле мертвенность Христову Показавший непрестанно цветущую и неувидающую к нему любовь И теплой верою наставивши нас на место злачное Второе, сапфир небесно-голубого и прозрачного света Это подобный небесному телу Блаженный Павел Восхищенный даже до третьего неба И привлекающий других туда же Строго говоря, имя апостола Павла Не должно входить в этот список Ибо он не из двенадцати Халкидон Небесно-голубого цвета Наполовину прозрачный и оттененный другими цветами Святой Андрей Кесарийский пишет так Халкидон На первосвященническом подрамнике На рамнике не носится Но анфракс Который здесь и упомянут Нужно думать, не анфракс ли? Здесь назван так Анфраксом, то есть углем Называется Блаженный Андрей Вожженный духом Четвертое Сморагда Нежный зеленый свет Питающимся Илеем И от него получающим блеск и красоту Означается проповедь Иоанна Божественным Илеем Умягчающего происходящее в нас от греха И драгоценным даром Богословия дарующего нам Никогда не ослабевающую веру Сардоникс Представляющий собой Несколько измененный вид Оникса Светом светло-розовой крови Под ногтем пальца Один из более известных И употребительных Драгоценных камней древности Яков, прежде других Претерпевший за Христа Умершление На что и указывает ноготь Не испытывающий боли При обрезывании Сердолик Шестое Красный рубин Блестящий Селебный При опухолях Язвах от железа Филипп Просвещающий огнем духа И вращующий душевные язвы Прельщаемых Седьмое Хризалит Прозрачный С желтовато-золотым блеском Варфоломей Блистающий добродетелями И проповедью Вирю Света морской воды А также воздуха Фома Совершивший Дальнее путешествие Для спасения индийцев Тапас Зеленовато-желтоватого цвета Или черного Источает Млекообразный сок Целебный Для глазных болезней Матфий Врачует Евангелем Слепых сердцем И напаяет Молоком новорожденных В вере Хрисопраз Зеленоватый Часто ударяющий В желтизну Прозрачный Драгоценный Камень Превосходящий По блеску Самое золото Фадей Который Авгарю Царю Эдесскому Благовестил Означаемое Золотом Царство Христово И мертвость В нем Знаменаемую Прасом Гиацинт Подобно Гранату Темнокрасного Цвета Лазоревый Или Небовидный Симон Ревнитель Христовых Дарований Имеющий Небесное Мудрование Двенадцатое Аметист Бледно-фиолетового Или багряного Цвета Матфий Удостоившийся Божественного Огня При разделении Языков Из-за Пламенное Влечение Благоугождать Избравшему Заменивший Место Отпавшего Таковы Цвета И свойства Двенадцати Апокалиптических Камней Оснований Нового Иерусалима Показывающие Его Неотмирную Красоту Само Светило Города Подобно Яспису Кристалловидному Зеленому Всюду Зеленый Свет Жизни Неслучайно И радуга Вокруг Престола Видом Подобно Смарагду Померкли Все остальные Цвета Земной Радуги И остался Только Зеленый Цвет Радуги Иного Мира Полный Круг И зеленый Цвет Радуги Явленная Тайнозрителю Жизнь Вечная В них Очевидно Преобладание Зеленого Цвета Стена Жастоящая На Двенадцати Камнях Из яслица Целиком Зеленая Из всего Спектра Совершенства Вырастает И расцветает Город Вечной Жизни Неувидающего Вечного Блаженства И как Камень Не теряет Своего Цвета Так Вечная Пребывающая Жизнь В городе Как На зеленом Себле Распустившийся Прекрасный Цветок Так Золотой Город Основан И окаймлен Зеленым Основанием И стенами То вечно Зеленая Неувидающая Из сынов Человеческих И нас Недостойных Своей Небесной Красотою А двенадцать Ворот Двенадцать Жемчужин Каждая Ворота Были Из одной Жемчужины Двадцать Один Двадцать Один Об этом Писал Уже Святой Пророк Исайя И сделай Ворота Твои Из Жемчужин Пятьдесят Четыре Двенадцать Если Ворота Примерно Соразмерны Стенам Семьдесят Два Метра Это Сто Сторых Четыре Лохтя То Можете Представить Из Красота Этих Ворот Означение Двенадцати Ворот Толкование На стих Двенадцать Тринадцатый Смотри Апостол Уподоблен Жемчужинам Как получившее Просвещение И блеск От единственной Многоценной Жемчужины Христа Что Ворота Из Жемчужин Означают Сколь Велика Цена Входа В Царство Божие Выкуплены Дорогою Ценою Крови Богочеловека Иисуса Христа Капли Крови Из Пречистых Ран Распятого Как Многоценные Жемчужины Оросили Многогрешную Землю И омыли Ее Переродили Баню Паки Бытия В землю Новую Двенадцать Жемчужин Ворот И двенадцать Драгоценных Камней И оснований Являют Собой Двенадцать Патриархов Ветхого Завета Сыновей Якова И двенадцать Апостолов Нового Завета Ранее Уже Виденных Святым Тайнозрителем В виде Двадцати Четырех Старцев Двадцать Драгоценных Камней Церковь Ветхого И Нового Завета Как Врата Держатся На основаниях Так Спасение Ветхозаветних Праведних Кореницына Ходатай Нового Завета Благая Весть Двенадцати Апостолов Спасет И двенадцать Колен Израилевых Ранее Уже Апостол Подписал Что город Был Чистое Золото Подобен Чистому Стеклу Теперь Еще Добавляет Улица Города Чистое Золото Как Прозрачное Стекло А Узначение Чистого Золота Подобного Прозрачному Стеклу Смотри Толкование На стих Восемнадцатый Природа Улицы Такова Же Как И Всего Города Каждая Врата Были Из Одной Жемчужины Ибо Все Колено Усматривается В одном Своем Родоначальнике Как Кровеносные Сосуды Связывают Все Тело С Источником Его Жизни Сердцем И по ним Струится Кровь Которая Есть Душа Жизнь Всякого Тела Левитом 17 14 Так Улица Города Пронизывает И связует Его Является Его Жизненными Артериями Улицами Сообщается И связуется В один Жизненный Организм Различной Части Города Потому И в Небесном Граде Улица Одной Природы С Самим Городом О Таинственном Значении Улицы Мы увидим В 22 1 Она Действительно Будет Той Артерией По Которой От Сердца Города От Престола Божия Будет Истекать Река Воды Жизни Напояя И животворя Весь Город В Этой Воде Жизни Струящейся По Улице Вечная Жизнь Города Улицы Города Назраны В Единственном Числе Как Трудно Себе Представить Город Кубической Формы Так И Трудно Себе Представить Его С одной Улицы В Этом Как И далее В том Что Одно Дерево Жизни Будет По Ту И По Другую Сторону Реки Мы Видим Сверх Рассудочность И Непредаваемость Города Непредставимость Не Видел Того Глаз Не Слышало Ухо И Не Приходило То На Сердце Человеку Что Приготовил Бог Любящим Его Реальности Неба Не Могут Вложиться В Сознание Земное Поэтому Бог И Показывает Святому Яну В Образах Непредставимых Здесь Должен Смолкать Земной Разум И Должно Дать Простор Вере Сие Постигается Верой Разум Познает Ему Данное Видимое Вера Жа Есть Осуществление Ожидаемого И Уверенность В Невидимом Разум Познает Постигаемое Вера Постигает Непостижимое Разум Познает Законы Вера Таинства В Домостроительстве Городов Все Ясно И Постижимо В Домостроительстве Благодати Божией Все Таинственно И Непостижимо Церковь Великая Тайна Рассудок Не может Помочь Ходить По Ее Улицам Ибо Тут Все Не Так Как В Непременно Непременно Нарушит Правила Движения Не Постигнет Непостижимое Создаст Ереси Таков Религиозный Рационализм Во всех Своих Формах Протестанство Сектанство Толстовство И Прочее Рационалист Вступающего Бетонную Землю В Город Религии Подобен Дикарю Вступающему В современный Цивилизованный Город И Пытающийся Ходить По нему Так Как Бродит В диких Местах Приведем Цитату Из книги Священника Павла Флоренского Столпа Утверждения Истины Но Вера То Что Называется Разумное То есть Заказательствами От разума Вера По Толстовской Формуле Я хочу Мое положение Представлялось Мне Как Необходимость Разума Такая Вера Есть Заскорозлый Злой Жесткий И каменный Нарост Сердце Который Не допускает Его К Богу Крамало Против Бога Чудовищное Порождение Человеческого Эгоизма Желающего И Бога Подчинить Себе Много Есть Родов Безбожия Но Худшая Из них Так Именуемая Разумная Или Точнее Рассудочная Вера Худший Ибо Кроме Непризнания Объекта Веры Вещей Невидимых Она К тому же Являет Себе Лицемерие Признает Бога Чтобы Отвергнуть Самое Существо Его Невидимость То есть Сверх 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 Рассудочность Что Есть Разумная Вера Спрашиваю Себя Отвечаю Разумная Вера Есть Гнусность И Смрад Перед Богом Церковь Говорит Устами Тартулиана Изначальным Твоим Отцем И С Пресвятым Духом Вовеки Аминь Молитва Святого Антиоха Так Святой Иоанн Описал Внешний Вид Города Его Строение Размеры И Материалы Из которых Состоял Теперь Он Переходит К Кумационному Пункту К тому С чего Собственно И Начинал К Светилу И Храму Города К Его Царю И Богу Храм Небесного Храма Жа Я Не Видел В Нем В Городе И Бог Содержитель Храм Его И Агнец Святой Иоанн Воспитанный В Иудейском Законе Долго Живший В Иерусалиме Привыкший Видеть Сердцем Средоточием И Красою Города Величественный Храм Часто Молившийся Там Естественно Пытался Увидеть И в Новом Иерусалиме Его Храм Иерусалим Без Храма Мог Представлять Апостолу Лишь Как Тело Без Души Как Дом Без Жильцов Но Тщетны Были Все Попытки Увидеть В Городе Небо Храм И Святой Тайнозвитель Не Пытается Этого Сделать Думающим Увидеть Там Храм Он Просто Говорит Храма А же Я Не Видел В Нем Так В Чем Же Дело Святой Иоанн Почему Нет Храма В Граде Божьем Почему Не Видит Его Там Твои Духоносные Очи Но Помнит Апостол Сказанное Некогда Слова Спасителя Самарянки Поверь Мне Что Наступает Время Когда И не На Горесии И не В Иерусалиме Будете Поклоняться Отцу Но Настанет Время И настало Уже Когда Истинные Поклонники Будут Поклоняться Отцу В духе И Истине А вот Еще И в древности Сказано У пророка Иеремии В те Дни Говорит Господь Не Будут Говорить Боли Ковчег Завета Господня Он И на Умни Придет И Не Вспомнят О нем И не Будут Приходить К нему И Его Уже Не Будет В то Время Назовут Иерусалим Престолом Господа Можно Разрешать Три Периода В истории Храма Божия Первый Ветхозаветний Был Видимый Рукотворенный Храм В Иерусалиме Там Обитал Бог С людьми И Принимал Их Поклонение И Жертвоприношение Второй Новозаветний Рукотворенный Храм Заменен На Нерукотворенный Иерусалим И его Храм Это Теперь Церковь Невидимое Тело Христово Тщетно Искательно В Заветнем Иерусалиме Храм Его Там Нет Нет Ковчега Завета Он И на ум Уже Не Приходит Христианам В Это Время Сам Иерусалим Церковь Называет Престолом Господа И Зимеет 3.17 Всюду Где невидимая Церковь Божия Всюду Где есть Верные Совершается Поклонение Богу И Агнцу И приносится Бескровная Жертва Это И значит Что Настало Время Поклонения Богу В Духе И Истине А храма Уже Не Видно Однако Это Не Отменяет Потребности Христиан Воздвигать Богу И Видимые Храмы Места Особого Присутствия Божия Места Совершения Богослужений Но Христиане В отличие От Иудеев Могут Повсюду Строить Храмы Ании В одном Только Определенном Городе И вообще Везде Совершать Свои Служения И Священно Действия Третий Период Вечности Начинается После Страшного Суда И Не И Не Имеет Конца Храма Нет Ибо Повсюду Святом Городе Иерусалима Место Его Особого Пребывания Место Собрания Верующих Для поклонения Творцу И Спасителю Сам Господь Бог Вседержитель Храм Его И Агнец Хотя В дальнейшем И В этом Городе Мы Увидим Престол Его Как Место Его Преимущественного Пребывания Так Взор Святого Тайнозрителя Останавливается После Всех Сокровищ Города Неба На Его Царе Боге И Вседержителе Блаженно Чистое Сердце Апостола Подобившееся У Зреть Незримого Заклон Из-за Грехи Мира На Земле Агнец Там Сам Является Храмом Отец И Сын Названы Храмом В 22.1 Мы Увидим И Третью Ипостас Трестой Троица Так Сама Троица И Есть Храм Неба Прославленная Тварь Входящая В Храм Входит Погружается В Недра Троической Жизни Бога Поклоняется В Боге В Духе И И Истине Духу И Истине О Неизреченное Блаженство Жизни Не с Богом Не перед Богом А В Боге И Город Не имеет Нужды Ни в Солнце Ни в Луне Для Освящения Своего Ибо Слава Божия Осветила Его И Светильник Его Агнец Спасенные Народу Будут Ходить Во Свете Его И Цари Земные Принесут В Него Славу И Честь Свою 21 23 4 Невозможно Невооруженным Глазом Своими Телесными Очами Смотреть На Яркий Свет Например На Солнце Здесь же Святой Тайнозритель Своими Духовными Очами Зирает Не на Солнце А на Свет Сотворившего Солнца На Того Который Не Свет Но Сам Свет Есть Бог Есть Свет Говорит Тот же Апостол В Другом Месте И Опять Таки Он Говорит Был Свет Истинный Который Просвещает Всякого Человека Приходящего В Мир Сей Свет В Мире Был И Говорил Я Свет Миру Бог Есть Свет Не Метафора Не Сравнение Не Символическое Выражение Это Выражение Антологическое Оно Говорит Не о том С чем Может Сравнить Бог А в том А о том Что Он Есть Священное Писание Называет Бога Светом Название Сие По Собственному Рассуждению Выражает Следующее Свойство Божие Его Чистоту Но Не выражает Ли Оно И Существа Божие Не Есть Ли Бог С Свет И Существо Его Не Имеет Ли Чего Похожего На Свет Иннокентий Архиепископ Херсонский И Свет 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 Глубин Божие Бог Бог Обитает В Неприступном Свете Которого Никто Из Человеков Не Видел И Видеть Не Может И О Крест Бога Страшное Великолепие Страшный Блеск Бог Самосущий Свет И Обитает Во Свете Своей Славы Как Солнце Всегда Пребывает В Море Своего Света Божественный Свет Нетварный Ибо Излучается А Не Творится Тем Кто Есть Свет Сам Себе Сотворив Мир Бог Погрузил Его В Бесконечный Океан Своего Света Тварный Мир Освещался И до Конца Пронизывался Тончайшим Нетварным Светом Божеского Естества Об Этому Так Говорит Сам Бог Многострадальному Иову Когда Я Полагал Основание Земли При Общем Ликовании Утренних Звезд Ангелов Когда Все Сыны Божьи Восприцали От Радости Разумные Существа Просвещаемые Божеским Светом Уподоблялись Ликующим Звездам Не На Это Ли Указывает И Именование Лецефера До Падения Сыном Зари Исайя 14 12 Иов 38 4 Тварь Порождалась Привечной Зарей И Ей Освещалась Нуждалась Ли Она Еще В Ином Свете Думаю Что Нет Освещаемое Солнцем Не нуждается В освещении Луны И Звезд Когда Же Упал С неба Деница Сын Зари Разбился Землю Когда Ангел Света Стал Уносящим Свет И Имя Его Стало Люцифер То Мир Потеряв Бога Погрузился В Бесконечный Абсолютный Мрак Земля Же Была Безвидна И Пуста И Тьма Над Бездною Люцифер Уносящий Свет Оставил Тварь Без Света И Она Погрузилась Во Тьму Над Бездною Тьма Не Свет Тьма Пуста Там Нет Бога Там Бездна Пустоты Пустота Без Дна Нескончаемая Все Являемое Свет Есть Исчез Свет Исчезла Истинная Реальность Исчезла Явленная Земля Без Видна Без Вида Ибо Видимое Являемое Свет Есть И Вот Эту Тварь Без Вида Пустую Погруженную В Бездну Тьмы Бог Не Оставляет Но Желает Возвратить Своё Лона Вернуть Свету Дух Божий Носился Над Водою Но Осиять Эту Тварь Сразу Своим Светом Бог Не мог Тварь Была Бы Не Спасена Но Просто Сожжена Никто Не Вливает Молодого Вина В Меха Ветхие А Иначе Молодое Вино Прорвёт Мехи И Само Вытечет И Мехи Пропадут И Тогда Бог Дает Миру Свет Но Уже Свет Тварный Под Представлением Современных Физиков Квантовое Электромагнитное Поле Хотя Это Представление По Временам Могут Совершенно Изменить Да Будет Свет И Стал Свет Вот Начало Воссоздания Мира Без Света Хотя Бы Тварного Не Может Быть Никакой Жизни Глубинное Значение Тварного Света Для Тварей Его В Некотором Смысле Даже Онтологическое Значение Отображено В Современной Физической Картине Мира Даже Такие Первичные Понятия Как Время Пространство Масса Относительны Теория Относительности Эйнштейна Но В основе Основ Современной Физики Лежит Сверх Рассудочный Противоречивый Здравому Смыслу Постулат Инвариантности Скорости Света Скорость Света Одна И та Жа В любой Системе Отсчета При Относительности Материи Пространства И Времени Свет Как Некий Первокирпич Мироздания Инвариантен Постоянен Самотождествен Сам Себе Да Будет Свет И Стал Свет Вот Начало Воссоздания Мира Без Света Хотя бы Тварного Не может Быть Никакая Жизнь Как Божественный Свет Созидает Жизнь Вечную Так Тварный Свет Жизнь Временную На Четвертый День Творения Сказал Бог Да Будет Светило На Тверде Небесной Для Священия Земли Тогда Были Сознаны Солнце Луна И Звезды Но Тварный Свет Мог Производить Только Временную Жизнь Твари Сей Свет Сам Рождается И Умирает Утро Перечеркивается Вечером Ну Вот Наконец Торжествующий Клич Свет Во Тьме Светит Восстань Светись Иерусалим И Свет Твою Слава Господня Зашла Над Тобою И Бо Тьма Покроет Землей Мрак Народы А Над Тобою Воссияет Господь И Слава Его Явится Над Тобою Слово Стало Плотью Луч Нетварного Света Пробил Бездну Мрака И Коснулся Земли Рождество Твое Христе Боже Наш Воссия Мирови Свет Разума Новая Звезда На Небосводе Востока Ознаменовалась Ей Чудный Свет На Земле По-прежнему Тьма Покрывает Землю Но Над Новым Иерусалимом Над Церковью Христовой Воссиял Свет Пресносущный Нет Нужды Солнце И Луне Ибо Слава Божия Осветила Его И Светильник Его Агнец Не Будет Уже Солнца Служить Тебе Светом Дневным И Сияние Луны Светит Тебе Но Господь Будет Тебе Вечным Светом И Бог Твой Славой Твоею Не Зайдет Уже Солнце Твое И Луна Твоя Не Сокроется Ибо Господь Будет Для Тебя Вечным Светом Исайя 60 19 Этот Нетварный Свет Вечности Видели Избранные Ученики На Фаворе Об этом Так Пишет Святой Григорий Паламов Итак Свет Преображения Господня Не Рождается И Не Исчезает И Не Подлежит Чувствительной Способности И Хотя Он Был Созерцаем Телесными Очами В течение Краткого Время И На Незначительном Верху Горы Но И Таинники Ученики Господа В то Время Перешли От Плоти К Духу Посредством Изменения Чувств Произведенного В них Духом И Таким Образом Увидели Чем И Насколько Облагодетельствовала Их Сила Божественного Духа Этот Неизреченный Свет Итак Свет Этот Не Свет Чувственный И Созерцавший Его Не Просто Видели Его Чувственными Очами Но Измененными Силой Божественного Духа Они Изменились И только Таким Образом Увидели Перемену Происшедшую При самом Принятии Нашей Бренности Обоженной Соединением Словом Божиим Ныне В церкви Уже Паки Бытие Ныне В церкви Светит Нетварный Свет Бога Иагнца Который Просвещает Всякого Человека Приходящего В мир Но Совершенстве Все Сие Будет В Вечности Тогда Померкнет Всякая Тьма Ночи Там Не Будет Сейчас Свет Это во тьме Светит И тьма Не объяла Его Тогда Померкнет И тварный Свет Как Меркнет Свет Луны Превосходящем Солнце Тогда Не будет Нужды Ни в Солнце Ни в Луне Для Освещения Ибо Будет Бог Все Во Всем А Бог Есть Свет Этот Неизреченный Свет Будет Пронизывать Все Как Сейчас Физический Свет Пронизывает Прозрачные Предметы Потому И сказано Что Весь Город Подобен Золоту Как Чистое Прозрачное Стекло Как Пронизанное Божественным Светом В будущем Веке Все Уподобляется Прозрачному Стеклу Не Будет Ничего Ни Прозрачного Не Исполненного Божиим Светом Как Получивший От Этого Света Неописуемый Блеск Все Сравнивается С Чистым Золотом О Грядущем Свете Имел Откровение Древний Пророк Захария И Будет В тот День Не Станет Света Светила Удаляться День Этот Будет Единственный Ведомый Только Господу Ни день Ни ночь Лишь Лишь Вечернее Вечернее Время Явится Свет Захария 14 6 В словах Этого Пророчества Сокрыты Глубокие Истины Определенно Сказать Что Не станет Света Тварного Ибо Не может Ведь Не стать Света Нитварного А поскольку Не будет Уже Тварного Света То Ясно Что Светило Удаляться Ибо Нет Нужды Ни в Солнце Ни в Луне Для Освещения Это Будет День Но Он Будет Ни День Ни Ночь Дня И Ночи В Земном Смы Там Не Будет Ибо Не Будет Ни Солнца Ни Луны Ни Других Светил Да И Вообще Не Станет Свет Тварного Но Это Будет День Ибо В Вечернее Время Мира Когда Погаснет Земной Тварный Свет Явится Свет Невечерний И Нитварный Трисолнечный Свет Царя Неба И Земли Тогда Слава Божия Расторнет Своим Светом Сгущающуюся Тьму Вселенского Вечера Тогда Светильником Будет Божественный Агнец Когда Заколался Агнец На кресте Тьма Окутала Землю Сгустился Мрак Вечера Но В вечернее Время Явится Свет Взойдет Солнце Правды И Сцеление В лучах Его Малахи 4.2 Воссиял Пресносущный Свет Христа И Из Древнейших Времен Церковь Каждодневно Воспевает Свете Тихий Святые Славы Бессмертного Отца Небесного Святаго Блаженного Иисусе Христе Пришедший На запад Солнца Видевший Свет Вечерний Поем Отца Сына И Святаго Духа Бога И Хор Ликуя Поет Великое Словословие Еще Святой Василий Великий В 375 Году Писал Об этом Гимне Что народ Возглашает Древней Писание Если Бог Есть Свет Сам Себе Свет 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 обитателям святого города. Спасенные народу будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Спасенные от греха и вечной погибели народы будут ходить во свете его города. Как спасение, так и хождение во свете народов предварительно бывает на земле, а в совершенстве в вечности. О спасении уже на земле так говорит Господь. Слушающий слово моей верующей в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, то есть уже сейчас имеет жизнь и перешел в нее от смерти. А о хождении во свете еще на земле так говорил Господь. Кто ходит днем тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью спотыкается, потому что нет света с ним. Но спасение и свет даются сейчас только предварительные, еще не во всей полноте. Возлюбленные, пишет святой апостол, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Полное спасение от греха и совершенный свет обретается в вечности. Жителями города являются спасенные народы. По вопросу о спасении есть разные понятия. Так в особенности сектанты всегда говорят, что они уверены в том, что спасены. От каждого требуется у них уверенность в своем личном спасении. Православные же сектанты укоряют в том, что они, мол, не уверены в своем личном спасении. И на вопрос, спасен ли ты, отвечают, да Бог знает. В чем тут дело? В совершенно разном понимании спасения. Есть так называемая правовая или юридическая концепция спасения. По ней спасение понимается как избавление от наказания за грехи, как избавление от вечных мук и получение права на вечное блаженство. Спасение понимается как награда за веру доброго дела, святость за счет искупительной жертвы Христовой. Право и юридическое понимание спасения в значительной мере свойственно протестантизму, сектантству и католичеству. Покаявшийся сектант или исповедовавший католик получает, грубо говоря, как бы путевку на небо, обретает право на спасение. Сектант, живущий еще во многих прегрешениях, считает себя уже спасенным за счет жертвы Христовой. Такое понимание глубоко чуждо православию. Для православного спасения прежде всего не избавление от наказания, хотя и это тоже, но избавление от греховной природы. Спасение не награда за святость, а сама святость и есть. Свят значит спасен. Спасение это жизнь в Боге, свобода от греха. А потому кто дерзнет сказать, что спасен? Кто без греха? Прежде смерти не называй никого блаженным, говорит премудрый Сирах 11.28. Сектанты же не других только, но сами себя называют спасенными и блаженными. О православном понимании спасения так учат отцы. Климент Александрийский. По моему мнению, мы должны прибегать к слову спасения не из страха наказания, не из обещаний награды, но ради самого добра. Делающие так стоят на правой стороне святилища, те же, которые думают, что они давают пленные, получают в обмен принадлежащие бессмертию, названы в притче о двух братьях наемниками. В другом месте он же говорит, если бы мы могли представить, что кто-нибудь предложил истинному христианину, желает ли он выбрать познание Бога или вечную жизнь. Если бы эти две вещи, которые совершенно тождественны, были разделены, то он без малейшего колебания избрал бы познание Бога, признавая, что обладание верою, которая от любви восходит к познанию, желательно само по себе, независимо от того, приятно ли или неприятно, выгодно ли, нет ли для человека. Истинный христианин предпочел бы быть святым и страдать, чем вечно блаженствовать и грешить. Святой Макарий Великий говорит, истинно возлюбившие Бога решили служить Ему не ради царствия, как бы для купли и корости, и не по причине наказания, уготованного грешником, но как приверженное единому Богу и вместе Создателю Своему. В своем замечательном труде православное учение о спасении русский патриарх, тогда еще архимандрит Сергий, пишет, «Таким образом, спасение каждого отдельного человека по православному учению является не событием, происходящим в божественном только сознании, не делом правого вменения, по которому бы Господь присуждал человеку ту или другую участь на основании каких-нибудь внешних обстоятельств, то есть на основании или заслуги Христа, или собственных заслуг человека. Спасение происходит путем перехода человека от греха и себелюбия в царство добра и любви, которое предвкушается человеком здесь, во всей же полноте, будет наследовано в будущем веке. Переход этот запинается в крещении, когда человек силой Божией утверждается в своем решении быть истинным христианином, продолжается в виде естественного, свободно-благодатного развития положенного семени вечной жизни после крещения, и завершается вступлением человека туда, куда он себя при помощи данных ему средств приготовил, к чему развил в себе восприимчивость. Святой Иоанн видит в Новом Иерусалиме спасенные народы, ибо надлежит проповедану быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах. Все народы земли причастны спасению и будут ходить во свете Нового Иерусалима, Святой Церкви. Об этом обновлении народов так писал Святой Апостол Павел, совлекшись в ветхого человека с делами его и облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Велина, ни Иудея, ни Обрезания, ни Необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Но и приняв христианство, будучи равны пред Богом, народы, однако, не теряют своей самобытности и своих особенностей. Так будет и в вечности. Все одинаковы, как спасенные, как чадо Божие. Но это не значит, что произойдет некое обезличивание. Как личности, так и народы сохранят свою индивидуальность, свои особенности и самобытность. В Матфея 19, 28 Господь говорит, что и в паке бытии будут 12 колен Израилевых, то есть будут там и израильтяне, и все другие народы. Различия между народами не будут бесследно стерты. Каждый народ будет там в своей красе. Каждый народ принесет в небесный Иерусалим свою особую славу и честь. Славу и честь пророков и апостолов принесут иудеи. Славу и честь богословов и философов принесут греки. Славу и честь миссионеров принесут латиняне. Славу и честь аскетов и подвижников принесет Египет. Все народы, как многократный кристалл, засияют в божественном свете множество народов. И каждый народ играет в общем великом теле церкви свою особую роль, отведенной ему промыслом Божиим. И это не только в семь веке, но и в будущем. Народы Нового Иерусалима будут ходить во свете Его. Нетварный свет Иерусалима Христос. Слава Божия! В этом свете ходят спасенные уже в семь веки. Невечерний свет Христов просвещает верующих. Свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Мир Божий проникает в мир тварный. Небо просвещает землю. Чистое сердце зрит свет фаворский. О фаворском свете в XIV веке произошел весьма знаменательный спор. Калабрийский монах Варлаам и его приверженцы утверждали тварность фаворского света. Тем самым фактически отрисалась возможность введения духовного света и создавалась непреодолимая пропасть между тварью и творцом. Разрывалась связь мира Божия с миром человеческим. Спасаемые лишаются возможности ходить во свете неба. Это учение было криком плотяности человеческой. Это могли говорить люди, чьи духовное око слепо, вздиравшее на все даже предметы божественные, плотскими глазами. Такое учение обрекает тварь греться только во свете чувственного солнца и оставаться слепым к свету несолнечному. Для таковых, когда погаснут солнце и луна, погаснет все, и они погрузятся в вечный мрак. Таковы современные материалистические учения. Таковы материалисты, неспособные видеть небо и его свет. О, жалкое пресмыкание во тьме! Этому учению противостали православные исихасты, подвижники духовного созерцания, сподоблявшиеся видений духовного нетварного света. Через равноангельское житие во плоти они прозревали духовно. Борьбу против орла амитской ереси возглавил святой Григорий Палама, архиепископ Пессалоникийский, XIV век. Он отстоял православные учения о нетварности фаворского света и возможности видения его людьми. Так он пишет на слова, и просветится лицо его, как о солнце. Евангелист сказал это не в том смысле, чтобы тот свет почитать за подлежащим чувствам, да удалиться от нас ослепление ума тех, которые не могут представить себе ничего выше подлежащего чувствам, а желая показать, что Христос Бог для живущих и созерцающих духом есть то же, что солнце для живущих во плоти и созерцающим чувствам. Ибо другого света для ведения божества и не нужно тем, которые обогащены божественными дарованиями. Воссиял же он и неисповедимый свет, и таинственно явлен апостолом и начальничем из пророков в то время, когда Господь молился. Этим показано, что родительницей этого блаженного ведения была молитва, что блистание происходило и являлось от соединения ума с Богом, и что оно подается всем тем, которые при постоянном упражнении в подвигах, добродетели и молитвы устремляют ум свой к Богу. В русском монашестве внутреннее созерцание и духовное видение особенно характеризовало учеников и последователей святого Нила Сорского, как в древности просияло лицо Моисея божественным светом, когда он сошел с Синая, так в Новом Завете Бог прославил видимым светом многих своих подвижников, как бы спускавшихся с мысленного фавора в долину земной жизни. Таковы были Ава Памва, Ава Сесой, Ава Силуан, Ава Арсений, преподобный Серафим Саровский и многие другие. В иконописи это отображено изображением светового венчика вокруг ликов святых. Венчик — это не символ света, а истинный, реальный, духовный свет, исходящий от святых. «Вы свет мира!» — сказал им Христос. Но даже не достигая таких фаворских вершин, каждый верующий призван ходить во свете Божием, дабы и в вечности сподобиться хождение в немеркнущем свете Нового Иерусалима. О чудный свет небесного города! «Святая Церковь, просвети и нас, грешных и недостойных, сподоби нас, Боже, ходить в Твоем свете! Да воссияет и нам, грешным свет Твоей кресносущной, молитвами Богородицы! Святодавчи! Слава Тебе!» Под царями земными, которые принесут в небесный город славу и честь свою, можно буквально уразуметь святых и благоверных царей, таких как святой Константин и Елена, святой Истиниан, святая княгиня Ольга и святой князь Владимир, которые свою земную славу и честь променяли на славу и честь Небесного Царства. С другой стороны, здесь можно разуметь всех царственнейших над грехами и страстями и принесших в небесный город к ногам своего Царя и Бога славу и честь своих добрых деяний. «Ворота Его города не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут на Него славу и честь народов» — 21, 25, 26. Об этом так пророчествовал еще Исаия. «И будут всегда отверстия врата Твои, и не будут затворяться ни днем, ни ночью, что приносимо было к Тебе достояние народов, и приводимы были цари, цари их». «Ночи там не будет, так как она останется во тьме кромешной в Геенне, вне Царства Паки Бытия. Там будет всегда день, освящаемый Божественным Светильником Христом. Там будет немеркнущий тресолнечный свет, троицы, охватывающие и просвещающие все и всегда. А как днем нет нужды закрывать ворота, так и ворота небесного города не будут запираться. Этим означена, во-первых, твердость и безопасность жителей города, ибо нет куда ожидать нападения. Враг окончательный, навсегда уничтожен. Ничто не омрачит и не потревожит радостную и блаженную жизнь спасенных. Во-вторых, этим означена связь города со всем внешним миром. Через открытие ворота в город принесут славу и честь народу новой земли. Новый Иерусалим будет средоточен всей вселенской жизни Паки Бытия. Вся обновленная вселенная будет стекаться туда, к престолу Бога Иогнца, к вечному городу царя неба и земли. Там небо соприкасается с землею и вечно оживотворяет все. В-третьих, этим означено, что и в своем земном странствовании церковь отверстыми вратами встречает всех приходящих к ней. В любое время всегда из всякого народа человек может прийти сюда, сложить свои земные честь и славу, смириться и нищим духом войти в спасительный город церкви. Здесь душа всегда тебя ждет, Христос. Здесь ты можешь обитать с Богом. Войди, душа, и, отвратившись земной славой и чести, сложив их еще у порога, облекни здесь славой и чести добрых деяний и духовности, дабы принести их некогда к ногам своего небесного царя в его небесном граде. Последним стихом главы ясно отчерчивается, кто войдет, а кто нет в этот город. И не войдет в него ни что нечистое, ни кто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Небесный город свят, чист, прекрасен, и в нем светит солнце правды, а потому и не войдет в него ничто нечистое.